Библейский портал экзегет.ру представляет 99-й псалом для библейского портала Экзегет Читаю перевод российского библейского общества Вот эти псалмы 90-е и 100-е легко читать Они короткие, во-первых, но не только в этом дело В них вот очень много энергии И они какие-то очень ясные, прозрачные Бывают такие сложные, медитативные, псалмы 80-е Там много такого А здесь вот прямо натиск, энергия Вот прямо бежать хочется, сразу прочитав Предыдущий, 98-й, Господь царь, что для нас это значит? Мы присоединяемся к тем, над кем он царствовал в прошлых веках И кто и по сей день в числе его священников, как Моисея Рон В числе призывающих имя его, как Самуил А какими должны быть мы? Вот как нам в это все войти? 99-й ровно об этом, псалом хвалебный Впервые появляется в псалтире это слово хвалебный А может быть это означает сопровождающий благодарственную жертву Жертвы были разные Например, жертва за грех Человек что-то совершил, он приносит жертву для того, чтобы Изгладить свой поступок По сути дела он говорит, Господи, я повинен смерти Но вот барашек, прими жизнь барашка вместо моей Жертва бывает по обету По обету, простите Человек говорит, если, Господи, ты мне что-то сделаешь хорошее Я тебе принесу жертву Вот получил он это исцеление от болезни Например, успех на войне, он приносит эту жертву А бывает вот благодарственная жертва Когда человек просто благодарит Бога за что-то Но в конце концов за то, что он есть Вот просто от чистого сердца Между прочим, очень редко люди это делают Восклицая пред Господом вся земля Служите Господу радостно Приходите к Нему с весельем Знаете, Господь есть Бог Он создал нас И мы народ Его Мы овцы пастбища Его Входите с хвалой во врата Его С благодарением во дворы Его Благословляйте Славьте имя Его Господь добр И верность Его навек Из поколения в поколение верность Его Краткая памятка молящемуся Каким надо быть Знаете, очень часто молящиеся, приходящие к Богу Это такая, знаете, унылая череда просителей В какой-то канцелярии Вот они стоят с утра до вечера у этого кабинета Они знают, что там сидит злобный и тупой чиновник Который наверняка им ничего не даст И они вот нудят, 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 нудят Ну дайте нам, пожалуйста, но мы имеем право Служите Господу радостно Приходите к Нему с весельем Знаете, Господь есть Бог Он создал нас, и мы народ Его Он не чиновник Мы не просители Мы Его народ Вот Он нас создал для того, чтобы мы у Него были Мы к Нему приходим и говорим Господи, как это здорово Спасибо тебе большое за это А со всем остальным Он разберется Мы овцы пастбищ его Мы так привыкли к этой метафоре Мы овцы, он пастух Ну да Он начальник, а мы подчиненные Нет Нет Вот кто такой пастух и овцы? Конечно, в Дом Завете Это один из постоянных мотивов Постоянно Христос к этому возвращается Что овец же пастух любит Оберегает, защищает, лечит Направляет Ищет, если они потерялись А не просто он ими там командует И вот мы овцы То есть мы те, кто для него важен Цель Для пастуха овцы важны Он не бросит их Он не оставит их голодными Или там в опасности Просто потому, что это его стадо Ему нужно, чтобы это стадо у него было Да И вот здесь то же самое А потому входите с хвалой С благодарением Благословляйте Славьте И даже не сказано просите Но это не значит, что нельзя просить Очень много псалмов просительных Да Есть псалмы, где действительно Ну, псалмопевец кричит в отчаянии Чуть ли не в истерике Господи, ну сколько же можно Ну, помоги, спаси, защити Наконец-то А вот здесь другое настроение Другое состояние И надо сказать, что общая тональность псалтирии Она немножко меняется Вот от этих просительных Она постепенно идет К псалмам прославления К псалмам благодарения В конце псалтири будут почти только они Да, просьбы будут появляться Нельзя сказать первая часть такая Вторая такая Между ними границы Нет Постепенно все развивается Как, в общем, может быть и путь Человека, который обращается к Богу Как правило Люди обращаются к Богу с просьбами Да Вот что-то идет не так Или Чего-то человек хочет Или какая-то опасность Да Ну, вот Ему нужна помощь от Бога И он очень горячо и искренне молится в этот момент Потом, в лучшем случае Так, не забывайте сказать краткое спасибо А это вот псалм про то, что служение Богу Это и есть хвала и благодарность Просто за то, что мы его А все остальное подробности Эта тема, конечно, будет развиваться В следующих псалмах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!